Добрый 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 вечер дорогие друзья в эфире у нас снг ой господи снг европейские квалификации на перфект ворлд мастерс майнер играют команды хеллрейзерс и кингвин счет 1 1 решающая третья карта ух сейчас будет заруба сейчас будет мясо герои на ваших экранах все довольно интересно выглядит сейчас но вот кингвины уже сегодня показывали веника и вайпера выглядело это очень грозно здесь посмотрим смогут ли здесь есть чем их останавливать поэтому я даже не знаю как это все будет выглядеть на самом деле пик мне очень нравится у кингвинов они опять на 20 минуте начнут давить и ну я не знаю как ашера будет с этим совладать воет хорошая хрона дэмэдж ну чайник принципе да соглашусь есть чем отбиваться но агрессировать должны кингвины есть они не будут агрессировать если не провалят начало если не смогут достаточно серьезно задавить ашеров там взять много ну как много достаточное количество фрагов сломать достаточное количество товаров тогда будет у них все пучком атак потом воет с эмбером просто не простят нет я так думаю на самом деле как там будет мы посмотрим ну что же игра у нас стартовала сейчас стандартные смоки стандартные варды это вот милан уже делает третий раз они тут обычно варс здесь стоит в в этот раз он будет будет где будет здесь опять же будет здесь не на чуть-чуть уже не тут спал он не больше вот а кинвины идут значится просто бить лицо бить лицо 33 ему ну если четко сработают с со своими скилами то в принципе могут попробовать забрать вода но нет турман шилд это сделать крайне сложно две секунды только стана если экзотик дира вылетит 33 качает там волк станчик пошел и просто уходит не повезло немного кинвином потратили и смог и все свои скиллы и ману и короче трудно только смогут отжать ну а здесь он будет отжимать милан и он это сделает потому что darksir понял то что там слишком много людей здесь и на мансер будет в одиночку ну и этот клокверк под дайан шелами будет очень много проблем доставлять кинвином поначалу а дальше уже будет известно катсор хочет забрать курьера но тут все не так просто джейфо сейчас просто передаст фласочку топорик передаст топорик передаст эмбру и все и попытка увенчалась неудачей от катсора крипов они не подблочили поэтому пока все очень хорошо сейчас у вайпера он всех крипов заберет так рубик больно очень джеймсу как же больно какие-то птички просто залетают но черенталь закончился и джеймс выживает кинвены просто разминают пока своих соперников они готовят более вот патас уже готов да вот он этот клокверк батарейки и аншел это смерть это просто боли опять саппорт и кинвин постоянно активничают постоянно они где-то ромят постоянно пытаются кого-то найти вот патаса решили поставить на топ ну да в принципе это верно если бы здесь стоял хаоса он вообще просто не подходил к крипам веник там хоть как-то может чаще кинди так там варды подъедут можно будет стараться но и нет смысла ему качать здесь гель просто клокверк подойдет и поставит коги потом замедления никакого не будет ждет второй левел милан со вторым левелом тут враги будут просто лететь есть тангусик вот он второй прогрызаются деревья и все коги айон шел хотя патас живет патас здесь выживет должны так просто пробить возможно там он заигрался может кто-то зашел не ожидал он такого поворота событий в общем ну здесь есть экшен экшен должен у нас быть в лесу внизу прошу прощения в лесу никого что не будет кейзеру больно кейзер опять он бедняга мучается в прошлой игре мучился против манки кинга в этой игре он будет мучиться против вайпера уж поверьте что-либо сделать ему здесь не получится помощи ну придет клокверк вайпер уже будет нормального левела там где-то может под шестой что с ним делать непонятно но клокверк уходит понимает он что веника уже не взять не будет патас подставляться фбшечку он уже отдал этого достаточно элли сашу больно находят джеймса джеймс погибнет нет не достают реалити рифтом экзотик дир это поездить дядь конечно же не дадут залетает станчик залетает колд фит телекинес и это фраг для экзотик дира хорошо здесь действуют кингины они опять не дают жизни вот твои сколько три крипа 3 0 33 в первой игре ашеры выиграли пик а вот в этой игре и в предыдущий пик по моему выигрывают кингины пока что воид и так не из тех ребят которые очень быстро разгоняются а тут так тем более у него еще с фармом все плохо в самом начале еще и три плата стоит и левела вообще у него не будет хаоснайт он в принципе там левел прям уж так уж и не нужен он там армлетик купит он уже в гейме может просто лица ломать вот кейзер опять пошел в леса ниша левел 4 ниша с аквилой 800 хп 6 брони на зартаксин почему-то коррозив скин с незертоксином постоянно путаю коррозив скин еще пока не качал сейчас должен прокачать коррозив скин поехал вот вот он кейзер вот он кейзер летит ему там сейчас боту хоть как-то сможет регенеться но крепстат вы сами видите тут полная доминация кингинов они конечно ведут не особо прям уж так много но они пока впереди кит просто вообще отводят крипов и фармит еще и нейтралов молодец дарксир работает хорошо но он понимает что забегать за тавр довольно опасно здесь может быть поэтому он таким путем пытается фармит но там кейзер вот он будет потал пропустили как убили кацора загулял здесь рубен его милан просто под хостой в солянова забрал вот ну и кит продолжает продолжает фармить крипов бит нейтралов левел 5 дарксируем его там чуть-чуть совсем остается до аркан тапок будет постоянно закидывать айншел и могу пойти забрать еще и баунтируны там как раз прикупить вот вайпер левел 6 но у него почему-то не прокачан один скил чего-то ждет судя по всему но ему этого хватает в принципе зачем ему надо он кейзер там фармит леса но кейзеру нужен шестой кров из нас обязательно чтобы если получить какой-нибудь в себя вайпер страйк можно было от уйти оттуда на ремнант и выжить здесь у нас три стака они не формятся они не будут пока фармиться и абсолютно нечем фармить крипов они очень быстро убивают так у нас готовится попытка выхода на кейзера на кейзер сейчас получит 6 левел кацор да получает 6 левел кейзер сейчас пойдет ремнант и все очень вовремя получил эмбер спирит левел 6 и смог уйти патас тут уже нормально обстоялся вардами выгнал дарксира он уже давно и дарксир приходит но тут вард и об этом знают об этом знают поляки они просто отходят туда еще и clockwork забегает но ниша может и порастрелить ниша вот все таки решил коррозив скин двоечку качнуть ну и правильно нам и дарксир будет дамажить и clockwork с батарейками неприятный поэтому да коррозив скин здесь будет получше конечно 6 левел есть у патаса но веники на шестых левелах польза нового не качают здесь у нас стычка ну как стычка почти забрали милана он поставил хорошей коги и вышел из этого положения пойдет сейчас заберет баунтиру ну придет туда рубик но милан идет просто на базу еще и регенятся хп-шечки от транквиллы и снова супер супер такая какая-то тайтовая игра все опять просто формят формят и это позволяет hellraisers немножко выровнять состояние по крипам ну как немножко но получше у них все таки дела стали не сказать что прям они сравнялись но чувствует себя довольно таки неплохо боятся кинвины зря у них вот сейчас все очень хорошо можно идти давить до маленькие левела там айтемов еще нет надо просто наглеть надо пугать идти вот что сделать этот воет на таймволке уедет это все что он может сделать что сделать отлич даст frost blast первого левела но хорошо армор он повесит да ладно там замедлится но тут с таким количеством станов и замедлений вы просто можно не выпустить вообще ниоткуда и никуда юзайца смог кейзера не убить там есть там нету не стоит нигде вот теперь стоит выход ну да здесь он приехал ремнант не поможет кейзера забрали выход в смоках удачный ниша левел 8 ужин из артаксин 4 привычный билд уже видели мы сегодня этого вайпера против молзов он разваливал жестко без шансов просто здесь я думаю будет то же самое но вот патус не покупает минасик просто будет через худ выходить потом пайпа все это хорошо для кингенов выглядит они пока в этой на этой карте посерьезнее и повеселее чем на первой на втором им было все хорошо и вот здесь могут сейчас найти кида на кит хорошие такие выбирает пути отхода просто уходит еще и крипов фармит можно и дофармиться сейчас рубик может найти рубик да видит видит дарксира сюда смещается веник пока только молния заехала кит ставит волов реплика и начинает бить кацора ну что уже пошли тпшки и теперь пошел телекинез гель сюрч манны тп нет но сейчас будет да просто тп просто тп аут не было здесь холст на это который мог бы сбить там еще рубик едва не погиб здесь кейзера напрягает ниша кейзер бедняга страдает мне жалко на него смотреть выходит он в вэйл понял он с прошлой игры что как бы травела не самый лучший вариант здесь лучше собрать вэйл он там и хп какую даст и арморчик можно и пожить и команде помочь как бы потому что если бы ты попадаешь под стан хаус найта рядом какой-нибудь рубен еще и operation то все это гг экзотик дир сейчас могут быть у него проблемы но я сомневаюсь что кит вместе с миланом смогут его забрать стан на секунду а вот теперь проблемы пытается он дать ультимейт но не получается забирают катсор прилетает хорошо что его не видел милан не видел судя по всему не захотел просто слишком наглеть патас пришел в чужие леса товар на миде упал и решают они идти пушить товар внизу ниша с драгон лэнсом он может себе позволить 1300 хп вайпер коррозив скин левел 3 до замедлена конечно скорость атаки у вайпера из-за фрост армора и товар не так то просто и пробить но пробиваем и сейчас наставится вардов тут что это затем дилейшн непонятно этот волк что сделал его так в одном место кит летит вниз будет он помогать своим тиммейтом нам конечно же мекки пока еще нету а он в мекку нет мекку нет в пайпу идет пайпу идет ds тут очень много магии тут все магия сейчас в данный момент пол тавра сломали кинфины довольно забавно это все сейчас выглядит так кейзер рывается просто разлетелись тп шик не дают шанса кинфины сокращается преимущество ашеры поняли примерно как действовать против поляков и придерживаться заданной стратегии скоро уже будет у вайда момчик вот он и он может уже немножко разогнать как бы свой фарм не прям уж так сказать чтобы сильно ну и мом здесь конечно наверно не самая все таки лучшая покупка даже если ты поставишь хрона здесь слишком много героев которые могут наваливать в хрона и делать те всякие неприятности потому что под момчиком дэмэдж получается еще сильнее так что это может быть чревато но здесь конечно это лучший вариант наверное для 33 как-то чем-то ускорить свой фарм лучше чем мом вряд ли получится мидас здесь собирать абсолютно нет никакого смысла но и даже не знаю с чего еще больше воиды так не играют тут либо момчик либо мидасик если позволяет ситуация очень редких случаях 32 12 минут просто нет никакого экшена просто ребята формят и это на руку ашером у кинвинов очень хороший пик вот сейчас идти давить бить ломать танковать товара сносить зарабатывать преимущество и потом не отпускать а у ашеров замечательный пик для того чтобы просто формить и потом где-то минутина 50 это мембер с акторином шивой вот этим вот мьёвнером он врывается там бьет хилится в общем все горит воид ставит хрона у него там 5 слотов он больно бьет вот и это да это конечно вот пик ашеров поэтому сейчас ошибаются кинвины рубик 6 левел получил и просто делает довольно опасный тп а вот еще и забирают просто цк рубик туда летел даже таймволк не своровал у вайда и вот снова саппорт и хардлеймер но патас правда тавр сломал могут у него сейчас быть проблемы 33 не хочет ставить хрона пошел чайник чайник летает и погибает погибает здесь веник а личи выживает правда потратили 2 2 ультимейта но это все-таки ход леник не жилич погибли лишь живи живет лич очень близок он был к смерти до экзотик диру не дают разогнаться и ниша это не тот герой опять-таки для разгона и не давят кинвины вот мы видим к чему это приводит тысяча уже при тысяча там чуть меньше но преимущество уже за за ашерами это это плохо так быть не должно с таким пиком или саш левел 4 нет еще ультимейта рубик вот только-только получил себе спел стил вот ультимейта парешина очень сильно нужен но его нету и он будет еще довольно таки не скоро поэтому все таки ашеры молодцы макро в макро плане вот макро игре они переиграли сейчас они выходят на кинвинов сбоку тени ожидают нет поезда нова еще 80 секунд и это проблема заходит милан подай аншелом будет сейчас бить и жечь кит вакуум хороший взлетает сюда еще и кейзер погибает ck ниша будет пытаться конечно драться забрали еще и курьера а курьера забирали кинвина неплохо драка продолжается ниша пока еще живет живет так же и милан хорошая стенка ниша должен погибать погиб уже и джейфо размен пока два в один размен два в два кацора тоже должны забирать кацор погибает кейзер ускоряет его в последний момент должен уходить отсюда кейзер патас будет на кида патас гонит кида кейзер погибает делая тп ой как неприятно кида могут тоже ведь не отпустить гелем достает патас кит тп есть или нету подрубает худ живет тп даже не купил патас идет до конца не туда ставит вардец ну и все здесь дес ушел ну размин по итогу получился 3 в 2 все могло быть на самом деле намного хуже для киндзов и вообще не знаю как они так смогли перевернуть эту ситуацию еще и в свою пользу поэтому очень и очень это интересно как-то почистят экзотик гирмут левел 8 этот house night с арблетом очень много айтемов надо но сейчас надо купить сейбр потом обязательно надо покупать бкб прошу ну вот вы видели что с ним делает клок как и ds просто они его просто разваливают вообще причем без шансов вот ниша идет на storm хорошо ниша будет бить больно как дела 33 33 решает идти в shadow blade вот это довольно правильное решение как по мне это лучше маяс вот игра у мадара да в маузах предыдущую игру с киндзами он играл две игры на войде в первой игре он купил mom и молнии во второй игре он купил mom и мант наоборот другой последний и он две игры проиграл не конечно пик был совсем другой они то есть им нечем было дефать а их давили катсор здесь судя по всему приехал берет инвиз врывается милан и катсор здесь погибает коги не самый лучший катсор ой как он хорошо сыграл здесь на шрайн не надо этого делать ашеры не на да пошли сеттпшки 33 будет уходить милана надо продавать милан здесь погибнет да но и это малой кровью отделались ашеры еще им повезло но это ошибка ошибка от клокверка милан ошибся за это поплатился коги можно было и получше поставить побыстрее среагировать рубика не закрывать в когах а наоборот оттолкнуть его чтобы пару там тычек ему дали еще возможно таймволк он бы сворвать не успел и умер но случилось как случилось преимущество одна тысяча не слишком много и вот катсор теперь наглеет и за это может поплатиться простбас залетает дарим надо катсор ты посмотри как живет этот рубик но там хоста там хоста и это фраг фраг для кейзера зачем он это сделал непонятно это как-то слишком выглядит не очень по экспириенсу ашеры вели очень много причем самого начала игры ну как очень много было когда-то 4 сейчас уже немного по графикам ведут 2000 почти кильвены это не существенно это даже как бы я не сказал преимущество там не преимущество это вот просто бэкпаке кого-то может быть врыв от кейзера могут быть проблемки у веника прожига прожига прожимает он пайп залетает айс бласт ультимейта нет патаса просто забили просто забили руками этого виномансера и сорвали ему стрик и стрик достается правильному герою у которого очень и очень скоро через 700 голды то есть можно забрать товар и уже покупать себе не успевает кацор сбить тп не успевает своровать чем полезное а здесь проблемы снова экзотик дира находит его милан подходит сюда 33 и вынужден поставить хрона но он под айншелом и не тех бьет теперь тех экзотик дир башек проходит милан выживает погибает экзотик дир слишком много фида от этого хаус найта и не хочется покупать сразу бкб потому что ну вот где-то минуте на двадцать пятой он начнет его быстренько прожимать и она очень быстро закончится и потом иметь 5 секундное бкб когда есть дарксир когда есть воет это не совсем приятно и снова ашеры пытаются развалить ты один тавр в миде не получается веник на дефе но тут вся надежда на нишу экзотик дир здесь абсолютно выпал а вот 33 конечно красава он эту игру может вывести на своих плечах у кейзера в принципе тоже все неплохо у него есть вейл у него скоро будет тревелай и он тогда начнет там более-менее уже раза разгоняться по серьезней причем я думаю можно включить уже нетворсы причем очень давно но вот мы видим 33 имеет очень много денег на ниша красава тут бесспорно конечно но воет имея столько денег с такого лайна там у него трипла было поначалу у него вообще все было он не добивал крипов плюс мы прекрасно знаем воет для разгона не самый лучший вот экзотик дир и умел там все что угодно они триплой стояли и убивали и мог он фармить но вот кого тут винить непонятно саппорты не поставили варды сам играл неосторожно понимает то что может к локвер просто с дс вырезать вообще изи вдвоем ну я не знаю скан попал по или сашу по моему ну и кейзер решил вдруг там засада лучше будет уйти ну и в принципе она и правильно и и вот опять 17 врагов 20 минут очень такая небогатая на экшен игра все здесь идет как то так своим ходом все формят там где-то когда-то встретились подрались убили там разминялись один в один два два и все и дальше на фарм вайпер птс дтпо 33 не успел не успел увидеть так бы это было однозначно фрах патас тоже должен отсюда уходить так здесь кацор кацор улетают на ворованном ремнанте от эмбер спирита вот опять боязнь ошибки но кто-то рано или поздно ее допустит все равно поэтому так кацор доигрался второй раз ну по-моему сейчас он должен получить затрещину то ли саша так не должен играть саппорт четвертой позиции а вот ниша разваливает милан пытается сделать тп ауту дело этого сбить нечем больно больно бьет ниша нет некому помочь вот экзотик дир он вынужден фармить час потому что у него ничего нет да будет армлет сабля но он просто очень уязвим к магии бкбшка нужно очень и очень очень сильно проблемы у патаса хрона момчик погнали джеймс не жалеет чайник так патас патас живет патас погибает все таки пошел телепорт от экзотик диро не цепляет он на реалити рифт леча лич уходит кейзер ломает тавр поплыли по моему кингины здесь и сейчас они не знают что делать вот они выглядят потеряно почему-то все три игры вот с маузами они абсолютно прям я не знаю они понимали то что сейчас как бы можно там выиграть и пройти в финал там будет решающая игра ну а можно и проиграть как бы ну и все это же игра за выход на турнир а вот тут сейчас игра выход на турнир и их потрясает потому что ну нет опыта кингины это очень мало команда старая но вот на таких уровнях они вот играют кингины в финале квалификации я не помню что такое было на минор на крупный турнир просто вообще да их не было там никогда в жизни если были они отлетали очень быстро а сейчас у них выпала такая возможность они не знают что делать они выглядят потерянными вот реально хорошо нашли кида вот так вот хорошо можно его забирать и опять же вот потратили асбас ну зачем уже и так же больно бьете лишние скиллы использовать не надо и вот они выглядят потерянными а с маузами они действовали очень четко вообще они прям знали чем надо они брали вот такой агрессивный пик они там выигрывали лайны шли сначала в одну сторону сносили ребят шли в другую ставили хороший вижен не подставляли сделали все четко ну были там пару отдач хорошо у саппортов но здесь катсор так вообще не как будто он специально фидит просто идет он постоянно бегает без спелов вообще вот какой то он просто бесполезный рубик здесь и сейчас в этой игре элисаж понятно он просто пятерка там аппарат айсбласт закинул и хорошо если попал по двоим это все что от него требуется ни одного нормального еще ультимейта отсыка не было так вот своровал фростнову но если пармор своровал было бы поинтересней ну кинвены собираются в пятером пушить там ну зачем там же есть хрона там же есть shadow blade просто сейчас придет сюда воид и все вот он воид воид на варде врыв на нишу ниша больно нишу стягивает и все чайник залетает минус аппарат мгновенно ниша успел таки вот только ультимейт все погибает вайпер сейчас всех будут разваливать ну 33 забирает экзотик дир хорошо хорошо в принципе ворованная хрона еще и разваливают дарксира здесь посмотрите милан милан битый кейзер просто откидывает ремнант и должен отсюда уходить ну здесь кацор хорошо сыграл наконец-то я его начал блэмить и начал он играть ага и вот экзотик дир плохо играет здесь и патос ну что вы делаете ребята так тп будем гоняться сейчас всей командой за клокверком т2 не надо пусть стоит хорошо пойдем клокверка убивать айсбласт мимо давай мишен реалити рифт ах забили размен по итогу получился 3 в 2 причем ну потеряли аппарата его как бы и так не жалко а здесь забрали 33 который в принципе чувствовал себя неплохо от этой смерти кит так же у него все хорошо с нетворсом поэтому ну я считаю причем какая была вообще позиция кинвены были как-то в разброс все ашеры врывались там хрона на вайперость но стенка стяжка просто по двоим вот все влили получается вайпера и аппарата и мощности веника и цк хватило для того чтобы развалить там ашеров и заставить их отступить в принципе у кинвена все неплохо вот им сейчас надо просто грамотно выбрать вектор действия просто идти там бить рошана идти бить т2 товара в пятером поставить тут хороший вижен как они поставили на вайда и не дать ему скастить это хрон чтобы стоял где-то рядом рубик и оп только увидел вайда сразу в телекинесово и погнали а там ну может спасти дс да но демиджи уже можно довольно много вписать разбить как-то позиционку заставить нервничать заставить паниковать вот сейчас ниша заставляет их паниковать просто приходит бьетарь нет хрона поэтому не будет поэтому дефа не будет вот теперь хрона появляется подефать можно то есть третий мог бы забрать тавр здесь наверно в принципе все равно нет и один потеряли и как бы но кейзер сюда идет у него есть хоста боится вот посмотрите как боятся просто боится подойти дать тычку да ну просто это команды такие которые не хватают звезд с неба да это просто вот обычные ребята там которые пробивались постоянно через какие-то опен квалы постоянно их зовут там на слабые какие-то ну не на слабые а вот на не особо там медийные турниры не с большими призовыми и просто радость покатать в дотку да и мастерс для них это вообще киньвинов только подписал организации они по моему просто выступали там под своим каким-то тегом вот вот хеллразерс ну да побывали на энте там несмотря на то, что они заняли последнее место вместе с фнатиками, они там подняли нормально денег. Ну, для их коллеги... Ну, и вообще нормально денег они подняли для команды такого вот уровня. И сейчас у них есть возможность пройти на минор. Но с таким уровнем игры там, конечно, делать нечего. Ну, хотя, в принципе, как нечего. Проходят точно такие же четыре команды еще с других регионов, которые тоже могут точно так же бояться и не хватать звезд с неба. Поэтому, в принципе, шансы попасть в топ-4-5 вполне имеются, если какого-нибудь Гранда удивить. Разок. Ну, пока вот фрагов мало, да, экшена мало. Преимущества нету, игра довольно ровная, по графикам. Ну, графики тоже, грубо говоря, в нулях товара не падают. 27 минут просто команды бегают, формят и... Ну, вот... сейчас на Т2 вышли HellRaisers. King'n себе этого позволить не могут, они в прошлый раз уже вышли, получили Хрона, стенку-стяжку и... Chain Frost. Все. Да, но ниша все-таки Т2 рассилил. Прошу прощения, вот наконец-то у Экзотик Дира появляется БКБ-шка. Вот это тот айтем, который был ему просто кровь из носу нужен. Теперь он становится очень опасным. Если он не попадет в Хрона, или если попадет в Хрона и прожмет БКБ, то будут большие проблемы. А потом у HellRaisers. Вот теперь он сможет разваливать. И Патас скоро купит себе Аганим. Аганим это очень больно. Вот если бы еще у Апарейшна было Аганим, это прям было прям супер больно выглядеть. Но там есть БКБ у Вайда, и в принципе пока все. Эмбер Спирит БКБ собирать не будет. Дарк Сир, я думаю, тоже вряд ли. И пока только лишь Вайд. Но Вайду нужно здесь вот как нужно, да? Он вроде в Хрона может бить, но тут каждый абсолютно герой ему может помешать бить в Хрон. Все прям. Все пять. Как-то могут испортить ему жизнь. Это вынужденная мера. Просто не знаю. Возможно даже это БКБ и рановато появится 30-ая минута за вот глядя эту игру и как бы определяя тенденцию. Так, тут пошли маяки. Сейчас будет стычка. 33-й видит нишу. Ниша отходит. Просто могут подставиться. Сейчас получить Хрона по двоим так и есть. 33-й начинает наваливать. Хрона ворует катсор. Почему же БКБ не прожал? Ответная Хрона отрезала просто клакверка пока 33-го развалили. Почему БКБ не прожал? Войд. Почему? Непонятно. Развели на БКБ, развели на Хрона, еще и убили Войда, еще и сейчас заберут Рошана. Вот эта ошибка может быть критической для восставших из Ада. Вот это может быть очень плохо, конечно. Патас летит дефать свое Т2. Рошан упал. Аэгис униши. Как убивать этого вайпера? Там еще и БКБ, 2200 хп, коррозив скин. Как его убивать? Я не знаю. Я просто не представляю. Там еще и пайп подрубит веник. Медальку накинет. И до свидос. Ну пока все очень хорошо. Я не знаю, каким образом у них получилось это сделать. Вроде, вот, хвалил я 33-го, все он четко делал, все грамотно, очень красиво. Фарм у него где-то там появлялся, еще непонятно откуда. Купил БКБ, врываешься на двоих. Ну дай же ты просто БКБ это, прожми его. И все, и Рубик бы тебя не поднял. сорвал он там хрона, ладно. Но, хотя бы ты мог бы бить, может быть и забил бы. Ну все, теперь уже экзотик дир находит. Дарксиров, сейчас может находить клокверков, и теперь ему уже ничего не сделаешь. И вот уже все, преимущество начинает расти, начинают сноуболиться кинвены, почувствовали они то, что они могут. Вот появилась вера в себя, все, они заходят на Т3. У них есть Аэгис, у них есть все, да, и там Хеллрейзер смогут только сплит пушить. Глиф прожимают, Дарксир они будут 27 секунд. Заходите все, Патрос, заходи, бей, заходите, бейте. Долго сильно бежит Халстайд. Что он там караулит? Куру? Ну, не докараулил. А почему не придет просто бить? Полетел бы уже хотя бы по дефол, я не знаю, это как-то очень странно все выглядит. Просто размен будет, и Ашер молодцы. Просто они забрали Тавер, они заставились тянуться и ничего не забрали абсолютно Кильвина. Поверили в себя на очень маленькое кредитство времени, поляки, на половинку Т3 Тавера. ДД сейчас находят. Ну, пойдите, заберите Т3 с Аейсом, ну, отпушьте кто-нибудь один, но там же просто Клокверк, он же не сплитпушер даже, просто Саппор четвертой позиции. Но он видит Кацора и получает Хрона. Заберут сейчас Милана, Шансов у него здесь нету. Пытается сделать Тэп Аут. Сделает Кроссала. Но Айс Бласт не прощает вместе с Гелем. И здесь есть Аганим на Бенном Мансире. И сколько там у нас? Урон со Скипетром, 110. Ниша находит еще и Дарксира, просто в соло под ДДхой. Развалил, ну все. Посыпались Ашеры, всю игру держались, 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 держались. Так, Патас погиб, Кейзер вместе с Тридцать Третьим оттягивает, оттягивает время, но прожал ульту Веник, это значит, что какое-то время сейчас Кейзер еще будет регенеться на базе. Т3 упадет, Патас, вот он выполнил свою миссию, можно сказать. БКБ охрона нет, Ниша сейчас Тавр сломает. Тавр сломал, на Бараке переключается. Выкупается Дарксир, ну, должны отходить сейчас Кингены, заигрываться тоже нельзя. Стенка стяжка пошла. Тридцать третий, там еще Айгис есть, не будем забывать. Тридцать третий, ты бьешь не тех. Выбили Айгис Вайперу, хорошо, Бараки целые, дефаются, Хелл Рейзерс, Вайпер просто уходит, его форстафают, и нет хукшота, все цеплять нечем, ультов нет, уходят Кингвин. Ну, забрали хотя бы эти три, это уже неплохо, это значит уже можно ломать шрайны на разворотике, так, экзотик Дир, Фантазм, находят Кейзера и просто на ремнанте улетают. Почему сценчик не дал, должен уже был видеть. Судя по всему, и Кита таким вот образом Крип скипит. Иллюзии Вайпера, Кейзер сплитит на топе, ну вот, Ашеры очень грамотно действуют, тут браво, прям в макроигре они молодцы, я не знаю, кто у них колит, Джеймс, вероятно, Джеймс очень опытный игрок, вообще-то он там тоже как бы не прям уж таки известный, в каких-то супер там командах он не играл, но он играет довольно давно, Кейзер находит аппарата и до конца побоялся, да и правильно Рубик мог поднять. Шрайны падают, денежка зарабатывается, 8000 преимущества, но сторона еще стоит, у Халл Рейзер, ну, стоят все стороны, с центральную не забрали, там уже и Рубик выходит в Аганю, ну, это уже серьезно, просто Тараска у Халл Ста, это 4700 хп, ой, как же это неприятно-то, я даже не представляю, как можно уже такого, вот все было плохо, ну, молодец, экзотик дир, в нужный момент тоже выформил то, что было нужно, Кейзер, Кейзер уходит, Рокет залетает, ну, там есть Тремнанты, мгновенно уходит, в макро очень хорошо действует Ашер, если бы они, как-то там, вот это не было, этих сплитов, крипскиипов, и всего прочего, они тоже проиграли эту игру, я думаю, они пока просто тянут время и дарят возможность корам набрать там нужную, нужную критическую массу, набрать нужное количество айтемов, для того, чтобы просто воид поставил хроны, а не с Кейзером там всех развалили под чайником, ну, естественно, Дарксир ворвался, это в принципе шанс, потому что Айгиса уже нет, Вайпер тоже покупает Тараску, эти просто два танка, они будут такими плотными, их будет так сложно убить, тем более, да, я даже не знаю, у Кейзера в основном урон магический, там два БКБ, 33-го одного не хватит здесь, воид, это не та, ударная сила, которая справится с двумя такими толстяками, так, находит Патаса, но тут экзотик дежурит, 33-й интересно, видел или нет, будет пытаться нападать, скан пошел, очень громадно сейчас действуют кинвены, просто молодцы, но Твард, конечно, не поставили, и на этом, за это они не смогли наказать Хеллрейзерс, на такой минуте Е можно было позже купить, да, очень бедный Лисаж, Рубик хочет себя, так, есть ЕМ, кстати, Рубика просто не было, Рубика просто рядом не было, и это могло бы очень печально, сейчас, кстати, закончиться для Ашер, им очень сильно повезло, такую авантюру нельзя ввязываться, идти, вот, нет, абсолютно вишена, вообще, вот, они не знали, там есть, что-то рядом, там нету, увидел просто 33-й, веника, если бы он на него напал, в ту же секунду, мог бы за это, очень серьезно поплатиться, но вот, Кингвины собираются, идти ломать Т2, Рошана еще нет, Рошан будет через минутку, естественно, Хеллрейзер сплитпушат, Т2, они дефать не будут, смысла никакого в этом нету, Кингвины, посмотрите, как с Ивова играют, посмотрите, какая позиционка, это жесть просто, вот, даже в такой ситуации, они сохраняют, вот, эту вот выдержку, дисциплину, молодцы, это, присуще, европейским, там, командам, китайским, очень серьезно, это, это стоит похвалы, на самом деле, заработали деньги, Кингвины, да, но это время, время для HR, и возможно, это еще сыграет, какую-то роль в будущем, вот, все вот эти мувы, грамотные попытки, как-то оттянуть время, засплитить, и такое прочее, но вот посмотрим, Рошан сейчас появится, и все будет решаться, скорее всего, на нем, если Кингвины заберут его, то, процентов на 85, я думаю, они должны заканчивать эту игру, там просто будет не пробить, этого Вайпера, этого Хоснайта, два раза не убьешь, там и сыра у одного будет, у другого, а эггис, там веник плотный, тоже сам по себе, и плюс пайпы, он просто, веник вообще, главное две кнопки нажать, пайпы, а они все, пайп ультимейт с аганимом, и все, и можно спокойно умирать, попроще, конечно, в исполнении пик, у Кингвина, за счет этого, они, как бы, чувствуют себя хорошо, хотя я думал, что в какой-то момент, они уже потеряли все шансы, на то, чтобы победить, ну, вот это такая игра, что тут, никогда шансы не теряются, тут шанс есть всегда, даже команда такая, какая-то была, давным-давно, ну, и что, фармит 33, фармит медленно, очень медленно, вот как нигде, на него вообще не прибавляется, ни одного итема, в рюкзачке, он боится прожимать, наверное, момчик может, да, вроде не боится, прожимает, деньги появляются, там капает по чуть-чуть, но деньги-то деньги, вот у него там 1600 бэбэк стоит, и, купить там просто плейт мэйл, например, или гиперстоун, никакого толка от этого нет, от одной, какой-то запчасти, поэтому он и не фармит, но он справился на варде, по-моему, на него помигали, или это свои мигали, так, Тим Кингвин, юзают смок, Кейзер летит вниз, он будет сплитить, у него очень много денег, он может купить все же мистик став, быть с актрином, у него будет на бэйбэк, но появляется Рошан, и здесь есть ДД, есть ДД, и Милан сейчас трянет, забайтили Милана на ДД, ну все, это фри Рош, для поляков, это совершенно точно, вот, должны максимально постараться засплетить Хелл Рейзер, пока они могут это сделать, но тут ДД, я не скажу, что прям в секунду падает Рошан, минус Армора нет, Кейзер боится все равно, все равно, а нет, он просто купил себе актрин, вторая Шива, но это не самое лучшее решение, здесь, по-моему, Рейдианс уже поздновато покупать, не знаю, Рошан, конечно же, убит, Аэгис у Вайпера, Сыр у Хаус Найта, практически треть забрал ХП у Тавера, Вайпер, вернее, не практически треть, а практически две трети, тысячу ХП, снес Таверу, вот, и, ну, в принципе, это максимум, который могли выжать из этой ситуации Хелл Рейзер, но преимущество не растет, оно как установилось в районе 10к, по экспириенсу тоже 10к, вот оно как установилось в 10к, и все, оно не растет, то есть Хелл Рейзер грамотно очень действует, тут Кейзер постоянно сплитит и фармит, 33-й также занимается этим, ну, и Дарксир, как бы, понятное дело, патос, приходит патос, Кейзер ничего не сделает, эта игра может быть очень долгой, если никто так вот не захочет ошибиться, если все будут действовать на пределе концентрации, прям вот, академическая дота, делать только то, что тебе позволено, а не пытаться где-то савантюрничать, там где-то что-то придумать как-то, но это делать надо сейчас Хелл Рейзер, с Кейзерами нам ничего не надо делать, они просто могут заходить и ломать, ой-ой-ой, Кейзер, плохой врыв, очень плохой врыв от Дарксира, теперь нет стенки, но это просто фри сторона должна быть, так, Вайпер, Вайпер чуть побил Кейзера, но Кейзер уже плотненький, тут 2200 ХП, у него все быстро регенится, кулдаунится, он может как бы уже и давать жару, даже вот, не смогли сломать барак, почему-то Кит погорячился, прям нервишки по-моему сдают у него, не хочется проигрывать, но ошибаться не стоит, но так вот вардами не заберешь, Рошан, а Кейзер пойдет сплитить, и Кейзер в любую секунду вернется на Ремнант, а Тавер падает очень медленно, приходит еще подбайчивает, там на себя внимание саппорты, приходит Кейзер, линию толкнул, Тавер будет падать, мог бы еще там остаться на самом деле, задефать барак все-таки вряд ли получится, снова толкают Нишу, еще и Вакуум, не самый лучший Вакуум, можно было подальше затолкать, пошел Айс Бласт, хороший Айс Бласт, залетел по троим, даже по четверым, ну и вот это бараки, Ниша сейчас может потерять, Аэгис, Ниша прожимает БКБ, убивает Милана, Милан тут же Байбэк, в сторону забрали, Ниша просто уходит под БКБшкой, но гнать его здесь, наверное, не стоит, или будут, Кейзер может, Кейзер мобильный, Кейзеру не страшно, он и уйти может, и убить его не так просто, посмотрите, как действуют Кинген, они просто забирают один Тавер, Вайпер прожимает БКБ, но есть еще Айгис, и я думаю, надо пытаться как-то идти вот вниз, печально то, что Вайпер слишком мало дэмэджа, по Тавер равно, но это очень мало, у него 200 атаки, нет никаких керас, нет никаких дезоляторов, он просто этот Тавер ковыряет медленно, опасно подходить Хаус Найту, если Вайпера заталкивают, Форстафом просто, и там лишают его ХП, то с Хаус Найтом это сделают, и подавно, появляется Баунти Руна, и там еще появляется ДД на топе, боже, какие руны, просто сейчас Хаус Найд берет здесь, эту самую Аркану, а, Вайд здесь берет ДДшку, и идут Хелл Рейзерс в атаку, вот это может быть очень интересно сейчас, потому что Кинген находится внизу, и кто полетит, ну полетят, конечно же, Хелл Рейзерс, они так быстро не смогут сломать, они смогут сломать только одну сторону, но у них уже в это время упадет вторая, Джеймс возвращается, но в их ситуации, одна сторона, это уже отлично, ой, Фантазм от Экзотик Диро, какой хороший врыв от Кида, сейчас уже получше, но там много иллюзий, Чайник просто ходит никуда, и все, снова стенка, Таверс упал, Ниша живет, Ниша бьет, ему все равно, его не пробить, ничего не могут сделать Хелл Рейзерс, вот этому всему, 33-й просто ждет момента, но тут позиционка, хорошо, Хрона на Вайпера, что дальше? Хрона оказался зажатым Кейзер, отвратительная Хрона от 33-го, Кейзер выкупается, 33-й БКБ сейчас пропадет, ХП у него нет, там же еще и висел на нем эффект от ульты аппарата, и это вторая сторона, Кингены в шаге, просто от своего первого Лана, это прям вот, супер круто, я конечно могу ошибаться, но по-моему это первый Лан, вторая сторона падает, Ниша просто с Хаус Найтом вообще не чувствует, Ниша делает Эпаут с Эйгисом, окей, да могли просто развалить здесь вообще, я не знаю, там, хотя бы попытаться, ну сейчас Кейзера развалят, он напросился, залетает Айс Бласт, Кейзеру больно, Кейзер живет, Фисты пошли, его там выталкивают, Тарксира развалили, попытку обить Милана, Рубика забрали, также в ответ, Хелл Рейзер, но Милан сюда не уйдет, судя по всему, Реалити Рифт есть, скоро будет станчик еще, Джеймс, не стоило этого делать, так, Милан, Милан погибает, дальше, Реалити Рифт 2 секунды, можно скушать сыр, там даже сыр не требуется, бывает, экзотик где, но там 33 разваливает, БКБ прожимает, БКБ не спасает, ультра килл для экзотического оленя, 2 ББК, ББК от Веника, у Кенгин и ББК от Дарксира, у Хелл Рейзерс, ну Дарксир здесь, ну есть стенка, стяжка хорошо, может помочь, 35 секунд до Хрона, надо идти ломать третью сторону, Кенгином, на Верочку, в Хрон, в Трон идти не стоит, опять не самый лучший вакуум, и стенка, 33, как же ему больно, но успевает, юзует таймволк, Кит получает много демодж, он уже все что мог сделал, ББК у него нет, умирать ему нельзя, но он умрет, судя по всему, отпевает шрайн, и забыл, 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 забыл за ультимейт аппарата, погибает, Гудгейм, поздравляем Тим Кенгин, извините, что не так эмоционально, просто уже, как бы поздний вечер, третья игра, довольно, такая безэкшеновая, сложновато, немного начинаешь уставать, но тем не менее, браво Кенгин, они молодцы, большие молодцы, на самом деле поляки, мне очень понравилось, как они отыграли, очень четко, у них были проблемы в начале, они не могли собраться, не боялись идти, боялись драться, со временем, они как бы, все правильно и четко сделали, несмотря на то, что они молодые, ну, в плане того, что они не по возрасту, а молодые, как вот, команда для такого уровня, там, квалификации, турниров, то есть, нет у них опыта, такого там, правильное решение принять, возможно, и не боятся эти решения, самые принимать, то есть, они не хотят ошибиться, поэтому они зачастую ничего не делают, но, они проиграли первую игру, ко всему прочему, и смогли камбэкнуть, Hellraiser тоже молодцы, вот, какие-то критические ошибки, во второй игре, они проиграли по драфту, по-моему, серьезно, в третьей игре, ошибки, 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 не очень-то это приятно, конечно, проигрывать, так вот, выигрывая первую карту, в гранд-финале, в шаге просто, но, что поделаешь, это жизнь, кто-то должен проиграть, большое спасибо за просмотр, если кто-то это смотрел, или посмотрит записи, мне это там очень приятно, конечно, не знаю, будут ли такие люди, но, тем не менее, поздравляем, Тим Кингвин, и всего доброго.